Более 2 миллионов рублей дохода задекларировал за прошлый год директор департамента образования правительства Севастополя Михаил Родиков. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные правительством Севастополя в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции. Согласно требованиям, подробные отчеты государственных служащих подаются в срок до 29 апреля в кадровую службу. После этого сокращенную версию документа публикуют на официальных сайтах органов власти. В этом году данные опубликовали в период с 8 по 23 мая. Общая сумма официальных доходов не обязательно состоит из одной лишь заработной платы, а может включать и другие поступления, например, от продажи имущества или иные официально полученные доходы. Департамент образования находится в подчинении заместителя губернатора Севастополя Юрия Кривого. Основные задачи ведомства – реализация государственной политики в сферах образования и защиты прав несовершеннолетних, направленной на совершенствование законодательства в этой области и обеспечение устойчивого развития Севастополя в этой сфере. Вместе с супругой и несовершеннолетним ребенком директор департамента образования Михаил Родиков владеет четырьмя автомобилями – это «Опел Инсигния», «Запорожец», «Ситроен С3» и «Мини Купер С» – двумя гаражами, земельным участком площадью 2697 квадратных метров, домом на 66 квадратов, двумя квартирами 109 и 129 квадратных метров и комнатой. Первый заместитель директора департамента образования правительства Севастополя Ирина Нестерова задекларировала доход в размере чуть более полутора миллионов рублей. У нее в собственности треть квартиры на 72 квадратных метра, зато в собственности ее мужа есть легковой автомобиль «Рено Логан», садовый дом на 140 квадратов, индивидуальный земельный участок на 277 метров, половина участка площадью более 14,5 тысяч квадратных метров, третья часть квартиры на 72 квадратных метра, доля жилого дома на 38 метров. Кроме того, земельный участок площадью 20700 квадратных метров находится в общем совместном пользовании мужа Ирины Нестеровой. Светлана Кириленко, первый заместитель директора департамента образования, задекларировала доход чуть более 1 миллиона 800 тысяч рублей. В собственности у чиновника земельный участок на 450 квадратных метров и жилой дом площадью 43 квадрата. В целом же в сведениях о доходах сотрудников департамента образования указаны данные 50 человек. Их годовой доход варьируется от 220 тысяч рублей до 1 миллиона 230 тысяч рублей. У многих в семье есть хотя бы один автомобиль.